Аслан Георгиевич, еще одна ваша цитата, которая остро обсуждается о позиции. Процитирую вас. Землей, принадлежащей абхазскому народу, будут пользоваться те, кто умеет ею лучше пользоваться. Если вырвать из контекста эту фразу, то ее можно понять по-разному, о чем идет речь. Ну да, каждый хочет и может понять ее, как ему удобно и как ему выгодно. В данном случае речь идет о том, что я бы хотел немножко покопаться в терминологии. Пользоваться, я сказал, слово ключевое, пользоваться, правильно? Не владеть. А пользуется, да, тот, кто владеет, имеет право дать кому-то землю в пользование. Что повсеместно у нас в Абхазии происходит. Например, в моем родном селе земля находится в аренде, в пользовании у российской компании. Российская компания создала рабочие места, платит налоги, и это является хорошим примером. Именно вот это я имел в виду. А что совместные предприятия, которые у нас работают, несколько десятков совместных и российских предприятий, которые работают здесь, землей не пользуются? А компания «Роснефть» не пользуется участками, на которых стоят их заправки. Это вообще не предмет дискуссий качественных, это предмет дискуссий для тех, кто говорит такие вещи. Это очевидные. И, конечно, это механизм, которым мы будем пользоваться. На благо наших граждан, на благо развития нашей экономики. А что, строительством аэропорта занимается какая компания? И землей они будут пользоваться. А как же им строить объекты аэропортовой инфраструктуры, если у них земля не будет в пользовании? Не в собственности же, а в пользовании. И все это носит срочный характер.